Привет! С вами первый выпуск проекта «Газон в озон. Удачный сезон». И если вы счастливый обладатель неблагоустроенного участка или хотите что-то изменить на своей территории, самое время ознакомиться с тенденциями ландшафтного дизайна в России. Предложений много, интернет пестрит вдохновляющими картинками, но чтобы сделать выбор и быстро провести преобразование, нужно составить план на основе профессионального опыта. Им мы и воспользуемся. В 2024 году фиксируется множество ландшафтных трендов, но есть один ключевой, и это функциональность. Каждый ландшафтный архитектор знает, что сад является непосредственным продолжением архитектуры дома. Функциональность же отталкивается от личных потребностей владельца сада и особенностей самого ландшафта. Главное, чтобы в саду было комфортно. Должны быть оборудованы места для игр, спорта, пикников. И, конечно, красота природы должна окружать владельцев круглый год. Всесезонность еще одна важная тенденция. Жителям всех уголков России не хочется тратить 7-8 месяцев года на созерцание сугробов. Поэтому так важно чередовать в саду лиственные и хвойные деревья, высаживать рябину и барбарисы, чьи красные ягоды до марта радуют глаз. Стоит подумать о всесезонном использовании сада, например, устроить уютную костровую зону, крытую беседку и новогоднюю ель. Хвойники сейчас используют не только для добавления красок в зимнем саду, но и с их помощью создают так называемые исцеляющие сады. Один из наиболее удачных вариантов уже открыт для посещения в Сколково. Чтобы гулять в таком саду болеть не обязательно, но фитонциды кедра, сосны, можжевельника благотворно влияют на наш организм. Сюда же можно отнести аптекарские огороды, которые и глаз радуют, и нос, и чай делают полезнее. Дизайнеры все реже разбивают обширные классические газоны. Площадь газонного покрытия с каждым годом уменьшается. Сад должен быть в радость, а не в тягость, а большая ухоженная лужайка требует много времени и сил на покосы. Поэтому предпочтение отдается почвопокровным растениям, которые быстро заполняют пространство и остаются высокодекоративными долгое время. Все еще актуальны индустриал элементы, пришедшие к нам из стиля лофт. Надо четко улавливать баланс между природой и промышленным дизайном. Например, в садах все еще используют сварные перголы из прута и разнообразные малые архитектурные формы из бетона. Минимализм все еще актуален. Лучше меньше, да лучше. В минималистичном дизайне палитра сада приближена к естественной природе. Композиции из растений стремятся к простоте формы и сочетанию строгих линий и естественных природных посадок. Дорожно-тропиночная сеть – это функциональный элемент сада, но он не должен бросаться в глаза. Дорожки и площадки должны быть в гармонии с окружением. Этого можно добиться с помощью цвета и формы покрытия. Элементы мощения становятся крупнее, используются более нейтральные цвета. Часть дорог в саду заменяется экотропами. Перемены уже на пороге. Но такие глобальные процессы требуют не только планирования участка, но и внутренней готовности. Как совместить нормальную жизнь семьи и постоянный ремонтный стресс? Важно не обесценивать промежуточный результат, то есть те шаги, которые мы совершаем для того, чтобы достичь своей цели. Например, у вас есть какое-то представление о вашем идеальном саде, ландшафтном дизайне, о том, что вы хотите сделать. И вот у вас есть какая-то картинка, например, из Пинтереста или, например, дизайн-проект какой-то, или он существует, или не существует. Но есть такое понятие, как ожидание и реальность. Даже если у кого-то есть существующий проект, и вы знаете, чего вы хотите увидеть на выходе в реальности, то не всегда ваши ожидания могут совпадать с тем результатом, который вы получаете. Но даже если пока вы не добились итоговой точки, вы не пришли к этому вашему идеальному результату, то вы уже хотя бы начали. Вы что-то сделали, похвалили себя за это. То есть не ругать себя за то, что я не сделал, а похвалили себя за то, что уже сделал. Есть такое хорошее выражение, которое я часто говорю своим клиентам, не сравнивать свое начало с чужой серединой. То есть когда мы не получаем того, что мы хотим, мы испытываем чувство фрустрации. Это тоже нормально, это полезно, но не тогда, когда мы делаем что-то, что должно впоследствии принести нам как бы удовольствие от результата, от того, к чему мы идем. И самый главный момент, чтобы сильно не расстраиваться, не переживать, не тревожиться, это делегирование. Делегирование – это вообще наше все. Если вам есть кому доверить то, что вы сейчас делаете, это гарантия того, что ваша нервная система будет в порядке. Самое главное – смело идти навстречу переменам, ведь они к лучшему. Осталось понять, с чего начать. Начинать перемены на своей территории всегда сложно. В первую очередь необходимо распланировать зоны участка – парадная, парковочная, зона отдыха, хозяйственная. А также знать, чем вы будете заниматься на участке. Здесь у нас будет сарай для инструментов, здесь цветник, а здесь будут бегать дети и качаться на качелях. Еще нужно предусмотреть глубину залегания грунтовых вод. Бывает так, что корни яблонь, винограда элитных сортов из-за постоянного подтопления отмирают. Поэтому есть смысл предусмотреть работы по водоотведению и заложить дренажные трубы. Если уровень воды слишком низок, не дать саду погибнуть от засухи можно грамотно монтированной оросительной системой. Уже взрослые деревья и кустарники на участке – это роскошь, поэтому не торопитесь избавляться от них. Достаточно привести эти посадки в порядок, сделать правильную обрезку, вылечить старые деревья, и они придадут любому саду благородство и зрелости. На затененных участках лучше всего высадить теневыносливые растения, а почву под ними замульчировать корой. Газон в тени расти будет плохо. То же и с ветрами. Плодовые деревья, розы и теплолюбивые кустарники часто страдают от сильных ветров. Чтобы защитить эти участки сада, можно высадить живую изгородь. И обязательно продумайте маршруты. Каждому объекту на участке дорожка или тропинка должны быть определенной ширины. Например, проход к беседке должен быть не менее 80 сантиметров. Если уличный туалет будет требовать машинной очистки, следует обеспечить доступ к нему. Искусственное освещение – еще один важный вопрос. О нем нужно задуматься до начала прокладывания дорожно-тропиночной сети, ведь кабель, питающий фонари, должен быть спрятан под землей. Я не могу вам настоятельно рекомендовать обратиться к ландшафтному дизайнеру, ведь бюджет у всех разный. Однако лучше один раз получить грамотную консультацию, чем потом исправлять собственные ошибки. Планирование – дело не очень сложное, особенно если не спешить. В сети представлены несколько бесплатных программ для разметки участка. Можно даже провести гибридное планирование, то есть составить проект самостоятельно, а потом показать профессионалу и внести умные правки. Когда план будет готов, прокладываются коммуникации. Затем приходит время укладки плитки, но для этого нужно провести предварительные работы. Если вы не планируете класть плитку на бетонную стяжку, то следует подготовить так называемое земляное корыто. Это траншея для подстилающих слоев. А уже потом мы делаем слоеный пирог из геотекстиля, песка, щебня и песчано-цементной смеси. Все это выкладываем согласно нормам, устанавливаем бордюровые ограничители. Это может быть бетонный бордюрный камень или гибкий бордюр. А уже затем начинаем укладку. Чтобы швы были аккуратными и красивыми, просыпаем их модифицированным песком. На небольшой частной территории такие работы можно провести за неделю-полторы, если, конечно, погода не подведет. Но сначала нужно выбрать плитку. Существует пять ключевых вопросов, ответив на которые вы поймете, какая плитка нужна именно вам. Во-первых, высота плитки зависит от того, какую территорию вы собираетесь мастить. Если это пешеходные дорожки, то берем плитку высотой 40 мм. Если будет парковка и предвидятся повышенные нагрузки, нам нужна плитка 60 мм. Для проезжей части высота может быть 80, 100 и 120 мм. Такая плита выдержит даже тяжелую коммунальную технику. Второе. Форма плитки зависит от стиля ландшафта. Например, английский стиль – это отсутствие острых углов. Здесь подойдет линейка плитки «Инсбрук». А вот голландский стиль – это строгая геометрия. Здесь мы рекомендуем паркет, ригель и коллекцию «Бельпассо». Средиземноморское и мавританское направления – это непременно квадратная плитка. Пункт третий. Вид шва. Плитка бывает с рустами и без рустов. Это такие выступы на боковой поверхности. Они обеспечивают ровный шов шириной в несколько миллиметров и делают кладку более стабильной. А плитка без рустов кладется в стык. Четвертый пункт – это вид поверхности. На сегодняшний день компания Steinruss представляет 8 типов фактур. Гладкую, нейтив, бэквош, олдэйдж, антикул, нейчерстон и новинки этого сезона – поверхности гланс и глосс. И в финале выбираем цвет. В арсенале Steinruss есть 14 оттенков однотонной плитки. 31 вариант – в палитре Color Mix. Здесь задействовано сразу несколько пигментов, поэтому каждая плиточка уникальна. Также есть и палитра «Бэквош». Это сочетание природных оттенков, натуральных минералов. Теперь выбор прост. В тон плитки можно выбрать малые архитектурные формы. Это вазоны, фонари, эстетичное дополнение ландшафтного дизайна. В этом году компания Steinruss презентует необычные новинки. Колотый камень для облицовки фасадов, строительства небольших объектов и подпорных стен. Им можно обложить даже костровую зону. Еще одна новинка – ступень с колотой поверхностью, которая бывает с фронтальным сколом и двумя сколами – фронтальным и боковым. Да, простор для творчества. И тут действительно можно обойтись своими силами, ведь все очень удачно сочетаются друг с другом. Можно создавать уютные ансамбли. Напомню, это был проект «Газон, вазон. Удачный сезон». Пусть предстоящий сезон будет удачным для вас, вашего дома, вашей дачи. А мы по мере возможностей поможем идеями. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова